У нас продолжается строительство моста и оформление страны Вихелянии. Я вам сейчас покажу, как выглядит. У нас крыша уже красится, и на крыше находится вот такой котик-сомик, сомако. Любой водяной хочет иметь котиков на своей крыше. И вот у нас вот такой вот находится кот-сом. Сейчас я подойду поближе, найду место, где будет виднее. Ну еще эту сторону не расписали, покрасили поддувку, а та сторона уже покрашенная. Покрашенная. Вот так вот выглядит крыша моста водяного. Ну и вот еще скоро будем уже срезать леса. Дом на выходе. Это целлофан такой, чтобы не спачкать покраску. Ну, надеюсь, я скоро уже у нас обрежем леса, и можно будет снять фильм более качественный. Ну, а здесь смотрите, что происходит. Вот так делается дорожка. Ну, мастер-класс не получается снять. Ну, фильмов много на эту тему, но расскажу. Смотрите, видите, щебенка, подсыпка такая вот уже сделана, подушечка. И вот на этой подушке выверенный такой каркас. Ну, для чего выварили? Ну, чтобы когда бетонировать, арматура не шаталась. И немножечко, как мы ее поднимаем на камушках, вот посмотрите, чтобы туда подливка была. Вот так где-то у нас, вот руки, видите? Ну, здесь не видно, а вот здесь уже произошла заливка. И посмотрите, какую толщину дорожки мы льем. То есть вот этот профиль маяк, он 6 сантиметров, ну, или там 60 миллиметров, как правильно сказать. И вот, глядите, с этой стороны. Завтра мы разберем его. И за день мы вот заливаем вот такую часть дорожки. И стараемся его делать 4, там, ну, 4 на 4, здесь где-то 2,5 на 4. Чтобы он потом имел температурные швы и дышал по, именно, по вот этим вот сопряжениям. И вот так как бы вот потихонечку здесь подготовку делаем. Завтра зальем еще кусочек дорожки, вот здесь зальем дорожку. И каждый день, допустим, за 4 дня мы зальем осторную. Ну, как производство. Там 3 человека льет дорожки, там 2 человека 3 красит. Я варю каркас из человека, и вот так идет производство. Ну, давайте я чуть ближе подойду. Вот здесь вот такие ступеньки. Ну, косые и кривые. Это парк. Ну, никто не думает, ну, как бы не старается сделать это все, чтобы было там, как бы, удобно. Ну, это просто парк. Вот, красиво, смешно, и чтобы могли туристы ходить и спотыкаться. Ну, вот все-таки вот здесь мы уже, видите, какие делаем дорожки гладкие. Ну, чтобы можно было коляски с детьми, там, инвалидные коляски, чтобы можно было проехать и спуститься. Ну, кто хочет ходить лазить, многие приходят лазить, бродилки, они вот по таким вот хотят ступенькам лазить. Это, смотрите, какие у нас какие-то груза 17-й век. Не знаю, откуда они. Ну, гантели сделаем. Не знаю, что с ними будет. Ну, там на спорткомплекс положен. Это такие вот делают скульптуры. Очень интересный мастер. Он живет в Беларуси, звать его Олесь. Много работ его, которые мы устанавливаем на своих объектах. Вот, посмотрите, какая у нас удочка. И рыбка подвешенная уже к этому, будем к этой удочке. И смотрите, как оно усиливает, дополняет. Вот и поплавочек. И это у нас, смотрите, уже делаем мы, это такой алтарь водяного. Сюда можно кидать деньги, и он хочет за эти деньги строить плотину здесь. Вот, когда засыпем этими деньгами речку, здесь будет плотина. Ну, далеко покажу. И продолжается работа по кафешке. Ну, то отдельные фильмы надо показывать. Вот, посмотрите, уже, ну, не знаю, как далеко видно, уже закончили мы работу по скворечнику. Ну, осталась покраска. Ну, и вот здесь, смотрите, какие чудеса. Вот такой примус, который водяной себе устанавливает. Вон какой-то наждачок. Везде, что на свалке нашли, мы все водяному устанавливаем. Вон там утяжок внизу висит. Ну, потихоньку вот отвоевываем по метру, по два, по десять квадратных метров выкрасим. И мостик сдается. Ну, думаю, недельку, и здесь мост закончим. Ну, дней десять, и уже, ну, как вон, каждый день что-то льем, делаем. И уже там можно будет туристом ходить. А здесь, посмотрите, какие интересные. Это вот, вот такие вот клубнички. Вот такая пчелка-клубничка несет. И у нее весь мед есть. Ну, который вот у нас на мосту. Смотрите, сколько клубничек целых. Это она собирает клубничку и откладывает. Потом у нее будут пчелки-клубнички. Смотрите, какая громадная эта пчела. Она, наверное, килограмм двести точно весит. И вот у нас здесь и мухи. Ну, муха, она с металла сделана, а эта пчела сделанная с бетона. Вот так она выглядит. И очень интересная такая задумка, что она даже, в ней даже есть свой мед пчелиный. Ну, и вот здесь, как комплекс я часто показывал, цветочник. Потихонечку деревья через бетон пробиваются. Жизнь ничем не остановишь. Ну, скоро покрасим, засыпем все землей и обустроим вот этот цветочник. Ну, это вот такой у нас монетный двор. Ну, скоро покрасим его. Вон, посмотри, в пнях находятся деньги вот такие вот. И топоры можно рубить это дерево, пилить его. И куча денег будет прямо находиться в корнях это дерево. Ну, вот такая вот у нас работа. Ну, стройцех я вам показываю. То есть здесь вот тонами переводит песок, щебенку. Ну, вот лавочка уже на выходе. Я недавно показывал, как сделать лавочку. И на ней будет мышка-морковка. Ну, еще руки до морковки не доходят. Ну, вот уже лавочку скоро покрасим. Сделаем деревянные доски, на которых можно будет сидеть. Ну, и вон вдалеке находятся мусорки. Ну, по ним отдельный разговор. Ну, такой кусочек я фильма показал. И покажу сейчас, какая работа продолжается дальше.